Здравствуйте! Ну, слушайте, я нахожусь сейчас за рубежом нашей Родины, и вокруг меня охуенный вид. Я чуть позже сделаю вам врезочку. Просто сейчас не стал на фоне моря делать этот видос по двум причинам. Ну, во-первых, пересвет, да даже во-вторых, на самом деле, во-первых, просто чтобы не сеять социальную рознь и не вызывать проклятие в комментах, потому что действительно, увидев человека во время коронавирусной эпидемии, который сидит напротив, на фоне моря, я бы тоже написал ему в комменты, ёбаный же ты гандон. Поэтому я совершенно не обижусь, если вы тоже будете так делать. Не надо, блядь, так делать, это шутка была. Давайте начнём с наркотиков. Слушайте, вот бабка, да, взяли бабку в мясе, в прошлом выпуске я о ней рассказывал, бабке 90 лет. И она, значит, барыжила наркотой. И что выяснилось-то, значит, что бабка управляла бегунками-закладчиками. Там у неё, типа, было до 35 чуваков, которые, значит, делали закладки, а бабка всё это организовывала. И потом при обыске у бабки нашли 13 грамм героина. Где она их прятала, как вы думаете? В трусах. Какой вывод можно сделать из этой новости? Действительно, очень мало, да, низкий очень порог у нас пенсионного возраста. До 90 вполне можно въёбывать его, потому что, смотрите, люди в 90 лет организовывают просто целые наркосети и совершенно беспалево работают. То есть у них много ещё энергии. Они совершенно готовы каждый день заниматься трудом. Поэтому до 90 лет я предлагаю поднять пенсионный возраст. Ну и, конечно, изуверы какие-то работают в МИАСе. Ну, блядь, полезли к пожилому человеку в трусы. У вас вообще, блядь, у самих бабки есть у вас? В смысле, не деньги, а бабульки у вас есть? Или там материя, может быть, у вас есть? Как вы, пожилому человеку в трусы полезли? В общем, это какой-то кошмар. Значит, из США нам пишут. В США и в ЕС, то бишь, в Европе, произошла супероперация. Это так они прям называют. Значит, супероперация по аресту торговцев наркотой. Значит, операция называлась «Разрушитель». Вот. Было произведено 179 арестов. Из них 121 в Штатах и остальные, значит, в Европе. В общей сложности было изъято 500 килограмм веществ. В основном это были всякие таблеточки. Вот. 6,5 миллионов долларов и 64 огнестрелы. И Европол, значит, заявил, что в золотой век Даркнета рынка закончился. Ну, я, честно говоря, просто уже три раза посмеялся над этой новостью, поэтому я не могу в кадр сейчас смеяться, чтобы вам было понятно. 6,5 миллионов долларов, которые они по всему миру, блядь, изъяли, это даже не дневная выручка, а это кто-то сдачу забыл. Потому что, ну, вот реально, 500 килограмм веществ из моей программы, вы знаете, что как бы во всем мире наркодилеры просто доставляют тоннами наркотики. И это просто, я не знаю, можно назвать не какой-то блестящей операцией, а я не знаю, чем вы занимались, 179 арестов и какие-то такие копейки подняли. В общем, это какое-то полное говно, так наркомафию мы с вами не победим. То ли дело в Индии, значит, сами копы взялись за дело, они, значит, арестовали продавцов травы, изъяли 160 килограмм марихуаны. Когда, вот помните, мы смеялись над православными нашими полицейскими, которые сами растят. Индус нихуя не растят, пиздят все, у дилеров, значит, и что, до участка из 160 они, как вы думаете, сколько довезли, чтобы сдать, как конфискат? Одилки один килограмм, представляете, да, 159 они скинули по дороге. Вот это, блядь, уровень работы. Перенесемся на Святую Русь, собственно говоря. Ну, смотрите, первая новость, она просто охуенная. Росгвардия решила закупить погоны хрустальные на полмиллиона рублей для высшего командного состава. Делают они это каждый год, вот так выглядят эти хрустальные погоны, значит, за выслугу лет они росгвардейцам дают. В моем понимании, в принципе, я бы какое-то рад предложение еще внес, значит, чтобы делать эти хрустальные погоны полыми, да, чтобы они сразу были фляжками для водяра или коньяка. Туда можно, значит, звезды сразу кидать, потому что вы знаете, да, что звезды обмываются у нас. Вот, они не потеряются никуда, их очень трудно проглотить. Вы знаете, есть случаи, когда офицеры обмывают звезды и прогладывают. А здесь узкая горлоска, ввинтил в этот погон, пьешь, собственно говоря, все у тебя хорошо. Вот такая новость из жизни Росгвардии. Вот, ну и про геев надо чуть-чуть с лесбиянками поговорить. Вообще, ЛГБТ важная вещь на Святой Руси. Значит, смотрите, Общественный совет Тюмени обвинили в пропаганде ЛГБТ. Значит, вот такой, обратите внимание, герб и флаг. Так, символ был придуман еще в 2005 году, но вот сейчас на Общественном совете стали его обсуждать. Смотрите, как выглядит этот герб. Ну, тут, в принципе, не надо быть, не надо заниматься герольдикой, да, хотя я, как старый специалист в герольдике, я вам сейчас объясню. Это сразу, значит, что, вот смотрите, гей-бобер и лесбухолиса, значит, да, они раздирают корабль, да. В корабле, видно, сидят простые русские православные люди, их не видно, они потому что спрятались, они же боятся этих чудовищ и ебаных. Скорее всего, дети даже там сидят, потому что кораблик очень маленький для перевозки маленьких человечек. Ну, и радуга по фону, она просто совсем уж, если вы, блядь, тупорылый и не понимаете, что это гей-бобер и лесбухолиса, как бы, вам еще дали радугу, чтобы вы поняли, что это за Общественный совет. Я не понимаю, почему 15 лет им не занималась, как бы, соответствующие органы, та же Росгвардия, например, а я еще тогда ее не был. Ну, просто какая-нибудь полиция могла бы им заняться, я не понимаю, тем более в Тюмени, да, потому что Тюмени, это что такое, это сердце Святой Руси, да, и она качает кровушкой, то есть нефтью вообще весь периметр. И в сердце Святой Руси, сами видели, поклоняются гей-бобрам, ну, блядь, когда такое было? В общем, я считаю, надо запрещать, конечно, этот совет, это не к добру. И тут еще более, конечно, вопиющая вещь, есть такая у нас еврейская автономная область, если вы, может быть, не знаете, она не в Израиле находится, она в Святой Руси, значит, там есть губернатор, он показал свою ксиву, вот как она выглядит. Через всю ксиву тоже проходит радуга, и я тоже с удивлением узнал, что, оказывается, у еврейской автономной области есть флаг, ну, не то, что я узнал, что, блядь, нихуясь, и у еврейской автономной области есть свой флаг. Нет, ну, конечно же, не так. Я просто не знал, как он выглядит, вот видите, белое полотнище и радуга. Здесь хотелось бы чего-то добавить, да, как говорится, добавлять уже нечего. Храни вас Господь. Вот. Дальше, если мы про регионы поговорим, значит, в Хабаровском крае произошла вот такая история, значит, министр здравоохранения Хабаровского края Евгений Никонов, он, значит, ходил в больницу, значит, обследовал, вот, и вот он стоит со своим, значит, коллегам, ну, кстати, вот на коллеге надет вот такой халат, а на Евгении Никонове вот такой халат, как вы понимаете, это халат женский, халат медсестры. Блядь, я даже тоже не знаю, где здесь шутить, вот, просто вот как выглядит этот человек, просто охуенно, блядь, он выглядит, значит, в женском халате с маской. Ну, я что могу предположить? Ну, во-первых, ему, как бы, у него хорошие фигуры, он втесался в женский халат, просто потому что он на нем пиздата сидит, да, это одно предположение, другое, что он из ролевых выигр никаких не вышел, ну, то есть, может, он просто там в ролевых играх участвовал, хуяк, надо было срочно посетить больницу. В общем, я не знаю, но в любом случае, министру здравоохранения женский халатик очень к лицу, поэтому, Евгений Никонов, если вам кто-то будет говорить, что вы, блядь, носите женский халат, что за зашквар, вы так можете ответить, что от зашкварщика слышу, халат мне к лицу, вот. Слушайте, ну, вот это у меня здесь как бы благодать и заебись, да, на Святой Руси наступают холода, и, собственно, отопительный сезон подкрался незаметно, ну, как вы знаете, на Святой Руси не принято отопительный сезон начинать тогда, когда холодно, а начинает он тогда уже, когда пиздец наступает. Вот и в Карелии, собственно, к голове Карелии Артуру Парфенчикову, значит, в соцсетях обратилась женщина, вот, и говорит, что дома жутко холодно, у меня трое маленьких детей, и, собственно, которые уже заболели, один из них лежит с высокой температурой, мы замерзаем, что отвечает глава Карелии, значит, он уточнил сначала, да, как интеллигентный человек, не в аварийном ли доме проживает женщина, когда она сказала, что нет, он говорит, ну, слушайте, вы знаете, вот, я вам рекомендую утеплить полы, вот, у меня, например, в квартире, пишет, значит, губернатор, комфортная температура благодаря стеклопакетам, утепленным стенам и теплому полу в ванной, вот, а время отопления еще не пришло, вот такой вот совет. В общем, наши, в принципе, губернаторы, они уж, конечно, совсем не стесняются нихуя, то есть, когда у них что-то просят, им говорят, сделайте сами, ну, это как приблизительно, если бы вот вы пошли в кафе, к вам подошел официант, вы бы надиктовали ему заказ, они бы сказали, ну, слушайте, что вы там хотите-то, оливьешки, что ли? Ну, значит, смотрите, там вот к повару идите, он вам выдаст колбасы, а официантка, значит, Лера выдаст вам нож, порубайте все, мазик возьмете в холодильнике, ебанете все тогда, и когда доешьте, придете, я вам счет принесу. Вот, собственно, они работают абсолютно так же, ранее, значит, Парфенчиков в 18-м году женщине, которая попросила его о строительстве детсада, он рекомендовал нанять няню, потому что хули тут детей еще в какие-то госучреждения отдавать, наймите нянь, пусть дети с нянями сидят у вас. Вот, еще была одна история, значит, многодетный отец, у которого приставы забрали детей, написал Парфенчиков, вот, тот ему ответил, что изъятие, изъятие, да, в отношении детей, тоже хороший термин, вот, изъятие произошло на объективных основаниях, при этом после судебного разбирательства детей в семью вернули, вот такая вот история. То есть, если, как бы, вы что-то хотите попросить, если вы вдруг проживаете в Карелии, вам так повезло, если вам что-то нужно от государственных властей, прежде чем попросить что-то, подумайте, а утеплили ли вы полы, достаточно ли у вас комфортабельные, значит, теплые полы в ванной, ну и так далее, и тому подобное. Оружие может появиться у экипажей новой российской орбитальной станции. Об этом сообщил Олег Артемьев в видео, размещенном в YouTube-канале Роскосмос ТВ. Ну, здесь что хочется сказать? Я вам когда-то уже рассказывал, да, что много, много очень неприятностей поджидает русского православного космонавта в космосе. Тут, блядь, и Чубака, да, и Звезда Смерти, вот, и гвардейцы, значит, империи зла, и много всякой хуйни. Чужой, например, блядь, что чужой, это приятная, что ли, вещь? Разве это, блядь, хорошо встретить чужого в космосе? Конечно же, это плохо. Но здесь, видимо, дело обстоит так, что это все связано с новыми заявлениями Рогозина. Он сказал, как вы помните, что Венера – это русская земля. А если есть русская земля в космосе, что должно быть? Пиндосы должны обязательно появиться. Пиндосы и бендеровцы. Видимо, тоже нам в Венере они найдены, эти формации, значит, извергов рода человеческого. Поэтому, конечно, от них надо обороняться. Ну, я бы из оружия какое порекомендовал Роскосмосу? Ну, молитва, она у вас всегда есть, у вас окропляют корабли, как мы знаем, священники. Вот, ну, иконки бы не помешали, портативные. Вот, лазерные указки слепить врага. Вот, и эти самые нагайки, нагайки. Я предлагаю, чтобы в казачьи обмундирования, то есть у вас должны быть скафандры, там дальше попахи, блядь, и вот эти вот самые нагайки, чтобы пиздить, значит, венерианских пиндосов. Поэтому не смейтесь, действительно, оружие нужно. Если мы стараемся покорять космические пространства, конечно, там без оружия никак. Мы не выстоим просто. Ну, как мы знаем, Роскосмос вообще не оставляет без внимания никакое заявление никого, да. Если там, условно, владельцы компании Тесла скажут о том, что они там запускают легковую машину на Луну, тут же выйдет Дмитрий Олегович, который скажет, что легковая машина хуйня, мы там запустим танк, например, к Луне, ну и так далее, тому подобное, да. У наших кораблей самые комфортные салоны, санузлы и так далее, тому подобное. Вот и, значит, НАСА, американское агентство аэрокосмическое, объявили о том, что они, значит, с Томом Крузом будут снимать первый в истории художный фильм в космосе. Что с Вифел Роскосмос? Конечно же, то же самое, что и он будет снимать фильм в Роскосмосе. Ну, в смысле, не в Роскосмосе, а в космосе. Вот, продюсеры, значит, фильма будут Константин Эрст и Дмитрий Рогозенко. Даже без него, как мы знаем, он выдающийся деятель кинематографии. Примут участие в этих съемках первый канал, студия Yellow Black and White, и, значит, режиссер ленты Клим Шипенко, который снимал фильм Салют 7. Кстати, хороший фильм. Я что думаю? Вообще, в принципе, надо заблокировать любые, сука, новости о космосе на территории Святой Руси. Любые чужие новости. Потому что я, вот, правда, если завтра, например, кто-нибудь скажет, что космический турист взял с собой, блядь, в космос, например, я не знаю, вискарик, то мы сразу выступим с заявлением, что космонавты российские давно же со шприцами, с герандосом, например, туда летают, да? Или там кто-нибудь скажет, там, я полетел с женой, да? Да, естественно, сразу процитируют ему анекдот, что богатый человек не тот, кто может полететь в космос, а тот, кто может вызвать в космос проституток. В общем, я оградил бы руководство Роскосмоса от получения вот таких провокативных, провоцирующих, даже я бы сказал, новостей из-за неба, потому что так мы Венеру не освоим. Вот пока одни пытаются кого-то отправить в космос, чтобы снимать там кино, другие в этом космосе уже побывали, вернулись и даже показали нам все это в прямом эфире. Многие из вас наверняка видели конференцию Сбербанка, на которой вокруг Германа Грефа у его сотрудников все, значит, вращалось, менялось пространство, время, все изменялось так, как, в общем, изменился Сбербанк. Теперь это не только банк, во-первых, он теперь называется Сбер, у него новый логотип, вот он, и самое главное, что у него обновленное отделение, которое действительно выглядит как космические корабли из какого-то фантастического фильма. В общем, даже Боярский пришел в состояние шока. Это Сбер? Тысяча черт! Ничего себе у вас перемены! Но есть еще один космос, о котором я сейчас расскажу, это офисы премиального обслуживания по системе Сбер-1. Площадь офиса Сбер-1 свыше полутора тысяч квадратных метров. По сути, это не просто офис, а целый город, спроектированный архитектором Таней Руек. Внутри этого города своя экосистема, деревья и улицы. Все переговорные – это отдельные дома, в которые можно зайти для проведения бизнес-встречи или просто для решения банковских вопросов. Индивидуальные хранилища также выполнены в стилистике города и имеют биометрический доступ. Как и банкоматы, которые теперь вас тоже будут узнавать в лицо. Сбер-1 откроет для вас доступ к крупнейшему сообществу топ-менеджеров и владельцев бизнеса Клуб Первых, а также к льготным курсам обмена валют и другим ништякам от Сбера. Услуги Сбер-1 теперь можно получить в 150 офисах по всей Руси. Переносимся в Санкт-Петербург или в Расчленинград, как его называет Александр Глебович Невзоров и по делу называет. Значит, в Санкт-Петербурге задержали 53-летнего российского актера, подозреваемого в убийстве и расчленении, как водится, трансгендеры таджика. Значит, об этом во вторник сообщил Знасерия Новости. По версии следователей, мужчина стоял в закрытом сообществе нетрадиционных связей. И в январе он пригласил трансгендера в апарт-отель для оказания интимных услуг. Затем решил, что его хотят усыпить и обокрасть. Поэтому убил своего гостя и расчленил его труп. Я думаю, что трансгендер был не просто трансгендером, но и коброй. Потому что откуда российский актер понял, что его хотят усыпить? Кобра начала его гипотезировать просто своим взглядом, блядь. Актер начал поддаваться сну, но потом понял, что, блядь, сейчас действительно у него отнимут все его огромные деньги. Там, например, 4 325 рублей. Ну и расчленил таджика, потому что вспомнил, что он в Санкт-Петербурге живет. А это как бы, ну, обязывает, сами понимаете. Нельзя просто взять кого-нибудь и задушить. Надо обязательно расчленить. Вот такая новость из Санкт-Петербурга. Фонтанк сообщает, что под Петербургом у магазина нашли человеческую нову. Кому она принадлежала, пытаются выяснить. Вот такие суповые наборы уже по городу, в общем, валяются. И даже, знаете, когда читаешь, их сердце не ёкает, потому что отрезанные человеческие конечности из Санкт-Петербурга, это уже просто какие-то слова побратимы. Поэтому новость уже даже не вызывает желания шутить. Еще одна новость тоже из Петербурга. Пришел в петербуржец секс-шоп, дождался, пока продается, отвернется. После чего спиздил БДСМ-набор и выбежал из магазина с суммой ущерба 5-7 тысяч рублей. Ну, то есть, понимаете, да, люди пиздят из магазина водку, продукты, блядь. А жители Санкт-Петербурга, это люди такие культурные, очень такие театральные. Поэтому вот они спиздили самое, что есть необходимое для жизни в городе. Это набор БДСМ-чика. Но с другой стороны, слушайте, может быть, и действительно это необходимая вещь в городе, на Неве, да? Ходишь, например, в латексные черные маски, блядь, и тебя боятся расчленять. Думают, что ты монстр какой-то. Может быть, это просто средство защиты от расчленителей, я не знаю. Блядь, ебать, это пиздец, конечно. Я первый раз пошел, блядь, сука, в Турцию дождь. Ну, вот это как возможно, блядь? Вот просто первый раз. Ну, это вот только я могу так приехать на курорт и получить дожди. Но мы продолжаем, тем не менее. Давайте про порнографию немножко поговорим. Значит, москвич получил ссылку, открыл ее, значит, и в этой ссылке ебут жену натурально, да? Это просто без преувеличений. Это японская порнография, значит, он жене сразу начал предъявить. Жена созналась, что действительно 13 лет назад она снялась в Пореве, но снялась с одним условием, что Порево будут показывать исключительно на территории Японии. Вот, и как бы они с мужем после этого скандала помирились, а жена пошла подавать заявление в полицию. То есть я представляю этот диалог. Ты охуел, что ли в порнухе сниматься? Блядь, Вась, ну я же только для того, чтобы на территории Японии меня показали. А, ну это ладно-то, а нормально, блядь, а что они там наебали, показали, блядь, на территории территории России? Поймем, полицию, поймем, поймем. То есть как бы, ну, из чего мы делаем вывод, что не западло сниматься в порнухе, западло делать это для русского зрителя. Москвич, значит, включил порносайт, чтобы как нормальный человек подрочить, да? Ну, потому что понятно, что вот зачем еще смотрят порносайты, блядь. Явно же, чтобы не художественные достоинства оценив в порнографии. Вот, и после того, как он, значит, досмотрел сюжет, ему пришло письмо с просьбой, значит, перечислить 40 тысяч рублей, потому что порносайт включил его камеру, значит, и все зафиксировал. Пока москвич залупался, значит, сумму выкупа уже увеличили до 80 тысяч рублей, а потом и до 130. Москвич их заплатил, а потом пошел в полицию, значит, чтобы сайт этот уже отъебать по-человечке, согласно российским законам, и, в общем, нас ждут такие вот судебные разбирательства. Я что хочу сказать в заключении этой новости? Когда смотрите Минайфлайф, то желательно камеру выключать, потому что я постоянно вижу, блядь, что вы зрете, блядь, на завтрак. Меня заебали вот эти ваши, блядь, кургузы, амлетики, блядь, отколотые чашки. Прекратите пить, блядь, кофе вас с отколтыми чашками, блядь, это неприятно мне смотреть просто на вас. Ну и так далее. И в каком виде вы сидите за столом? Вы что думаете, блядь, я не вижу, что ли? Давайте внимательнее относитесь. Владимир Лаптев, это житель Екатеринбурга, ему 72 года, он купил, значит, в чудо-магазине чудо-наматрасник за 73 тысячи рублей. Непонятно, кстати, почему не за 72, да, могли бы скидку ему сделать. Значит, наматрасник для чего был предназначен? Чтобы вылечить импотенцию и любовные недуги. Владимир, значит, отдал деньги свои, вот, неделю спал на этом наматраснике, но любовная сила к нему не вернулась. То есть он отъебал этот наматрасник, в общем, пытался, я думаю, просто в гриву, но ничего не получилось. Вот, Лаптев пошел в суд и, значит, получил деньги обратно. А продавец подал встречный иск, полмиллиона за учеб в своей репутации. Ну, я даже не представляю, как выглядел, блядь, этот суд. То есть, блядь, я спал на вашем матраснике, ебалову, блядь, сука, мучил, душил, блядь, ничего у меня не получилось. Что в ответ производители на матрасника сказали, типа, блядь, не знаю даже. К новостям политики, блядь, история пиздец какая смешная. Значит, Костромская область, глава поселения. Значит, главой поселения на выборах жители выбирают Марию Удготскую. В чем вообще пиздец этой новости? Значит, до вступления в должность эта девушка работает уборщицей в здании администрации. Вот она выигрывает, значит, пост главы, значит, поселения и говорит. Я же не сама выдвигалась. Меня попросил Локтев Николай Сергеевич, значит, прежний глава. Просто не было человека, и я как бы шла подставным. Если вы не знаете, есть такое определение в политике спойлер, да, когда ты делаешь себе конкурента, одного или двух, которые вроде как с тобой посерьезу соревнуются, на самом деле занимаются хуйней, чтобы ты выиграл. Собственно, Локтев Николай Сергеевич освоил эту нехитрую науку политтехнологий и предложил, значит, этой уборщице стать спойлером. Она стала действительно, потом в день голосования у нее было 84 голоса, а у Локтева 46. 1 октября теперь эта бывшая уборщица вступает в должность. Из чего мы делаем вывод, что Локтев просто в локоть уже загибал местное население, что они уже, блядь, за уборщицу готовы голосовать. За кошечку, блядь, за собачку, лишь бы не за этого Локтева. Вот, в общем, я 4 года убирал, сейчас пошел 5, говорит гражданка, вот, не готова я внутренне, надо вступить в должность, какие-то полномочия надо как-то вернуть, а это тяжело. Я с документами ни разу делов-то не имел. Ну, тем не менее, Угодская также признала, что не знает ни количество деревень в поселении, ни число жителей. Ну и дальше, как в кино, да, это такая отличная комедия получилась об уборщице, которая выиграла, собственно, выбор. Значит, дальше ей, как вводится, начальство запретило общаться с прессой, типа, чтобы она не пиздела лишнего жителей, сразу пообещали, что они ей помогут. Ну и дальше выступил, значит, сам господин Локтев, который сказал следующее. Я расстроился. Ну, зайка, блядь, малыш. Как ты расстроился, да? Думал, что ты сейчас всех тут охуительно обманишь, а просрал выборы. Ну, не обижайся, старичок. Не надо тебе обижаться. Слушай, ну как? Все, теперь ты будешь уборщицей. Такие правила игры. Она будет главой поселения, а ты бери тряпку, блядь. И это самое ведро, и пизду, и там полы мыть, или чем она занималась. Вот такой мой тебе совет. Вот, ну и до кучи просто, это еще, блядь, не финал истории, значит, вишенкой на этом, блядь, ебаном торте. Журналисты МК в качестве эксперимента выдвинули уборщицу-чиновницу на получение Нобелевской премии. Вот, то есть, собственно, кинокомедия у нас сложилась. Хорошая новость для нас, для всех с вами, ребят. Для нас, для всех. Значит, россиянам рабочая группа собралась и решила она доработать законопроект об удаленной работе. Ко второму чтению подготовила рабочая группа дополнительные правки в Трудовой кодекс Российской Федерации. Из них следует, что сотрудника на удаленной работе не смогут уволить, если он будет в состоянии алкогольного опьянения. То есть, мы можем с вами продолжать бухать в зумах. Это совершенно нормально. Никто не может нас отхуесосить теперь за это. И это вообще считается ништяк. Почему? Значит, согласно новым правкам законопроекта о дистанционной работе, уволить за пьянку нельзя по следующим причинам. Во-первых, чтобы доказать опьянение, надо прийти домой к коллеге. Хуй, кто же домой, это начальник пусть. Никто. Вот, а это нарушает просто правила неприкосновенности жилья. Вот, ну, во-вторых, все понимают, что на удаленке все реально стали больше бухать. Кстати, напишите в комментах, вот по-честному, вы стали больше бухать на изоляции на удаленке? Я скажу честно. Да. Вот такое видео пришло из Омска. Значит, вы видите, в Омске идут дожди, они вообще всю неделю шли в Омске, а коммунальщики решили полить деревья. Честно говоря, блядь, я не знаю, где тут шутить, потому что я много раз это замечал, что вот идет дождь и хуярят поливальные машины. И в Москве это работает, и в других городах я это русских видел. Объясните, пожалуйста, вот кто связан с коммунальными услугами? Да, почему, сука, вы поливаете улицы в дождь? Какого хуя? В какой в этом скрытый смысл есть? Объясните, правда, я не понимаю. Напишите в комментах. Обратите внимание на экран, знаешь, вот эта вот бессмысленная билиберда, вот эта вот коломала, значит, это новый туристический бренд республики Хакасия. Называется он Ахухвау, если так это быстро говорит, значит, заявление пресс-службы правительства Хакасии говорится, что это не просто значок, блядь, а целый комплекс ебанино, извините, дизайнерских разработок, связанных между собой единым замыслом. В чем же замысел этих нездоровых людей? Уточняется, что помимо лозунга Хакасия это ах, это ух, это вау, концепция подразумевает объединение четырех стихий с пятым, с солнцем истории. Ебаный пиздец, вы что, реально серьезно это говорите? Вы как бы... Ну, а в Хакасии растет это, ну, как бы, что с солнцем-то объединяет, на самом деле. Вот, значит, ну, на самом деле я считаю, что Ахухвау это вот бессмысленная билиберда, которую говорят в состоянии алкогольного объединения чиновники Хакасии, именно поэтому вот это вот мычание неразборчивое, оно стало официальным слоганом. Ну, а как думаете вы, может быть, есть жители Хакасии, наверняка среди моих зрителей, вы поясните тоже в комментах, почему у вас такое творится. Главному балетмейстеру Нижегородского театра оперы и балета при сокращении предложили, сука, вакансию грузчика и сторожа. Контракт с народным артистом РСФСР Валерием Миклиным заканчивает 17 ноября. Возглавивший в июле театр Татьяна Маврина предложил ему на выбор 28 вакансий со средним окладом 12 тысяч рублей, и в том числе вот эти две вакансии. Он подразумевает, что он будет сторожить и, блядь, прощаться вокруг своей оси или, блядь, таскать как грузчиком коробки и, блядь, тянуть ногу, как там это, фуэте, блядь, называется или что. Это пиздец-то очень смешная нога, честно говоря. Она настолько глупая, что, блядь, туда шутить не надо. У членов религиозной общины Виссариона на Сухой горе в Красноярском крае после задержания руководителя произошли обыски, и вот что нашлось. В распоряжении, значит, РЕН-ТВ, обратите внимание, оказались кадры, на которых запечатлены следующие действия. Значит, правоохранители нашли у адептов церкви последнего завета огнестрельное оружие, патроны, порох, деньги, а также резиновые фалоимитаторы. Вы зададитесь вопросом, зачем им делдаки резиновые, членам секты? Затем, чтобы, блядь, изгонять дьявола, потому что, как известно, их истинно верующим сектантам дьявол забирался сразу в туза, блядь. И оттуда его, собственно, выбивали, блядь, вот эти вот Виссарион с приспешниками. И, собственно, таким образом изгоняли дьявола. Вот ответ на вопрос. А вы что подумали, что они просто этими делдаками, блядь, занимаются сексом, что ли, извращенным? Да нет, конечно. Всё для дела. Вот эта новость посвящена деканату, значит, Московского финансово-юридического института. Там настолько охуевшие люди сидят, что у них упал лифт со студентами. Значит, студенты начали, значит, пытаться вылезать оттуда. Во-первых, деканат института сразу начал отрицать, что люди, значит, застряли в лифте, и что он не хотел вызывать службу спасения, то есть моментально стали это дело замалчивать. Вот, а потом начали угрожать отчислениями за порчу имущества. То есть люди упали в лифте, они начали выламывать двери, а им сказали, вы что, охуели, так и сидите, блядь, вы что будете имущество-то портить. Но в итоге студенты снаружи сами выламывали двери лифта, вытащили своих, значит, бро, вот, и некоторым в лифте, конечно, стало плохо. Декан, деканат по-прежнему отрицает. Ну, ребят, вот вы, не знаю, сколько вам там лет в деканате, вам что, блядь, 84 года, вы не знаете, что в соцсети есть интернет, что вот эта ваша залупа, она сразу будет видна в сия Руси, да? Вы считаете, что вы живете еще в Советском Союзе, где если вы местному участковому не сказали, то об этом никто не знает. Ну, вы ошибаетесь. Нет, это не тайна, все, все видели, да все были, все знают, все показывали по всем каналам. А там вообще 2000 человек даже присутствовали. Ну, на самом деле, это был только что кусок с инаугурации Лукашенко, который все видели, да, и приблизительно так же все видели мой блог, который выходит каждый день. На самом деле, нет, он выходит только в четверг, а по остальным дням мой блог выходит в невидимом формате, который, тем не менее, все видят. Лукашенко провел инаугурацию. Ну, как водится, на улицах, значит, были люди, которые приветствовали эту инаугурацию, вот, обратите внимание, они стоят с флагами, говорят, что-то уходи, ну, имеется в виду, уходи на инаугурацию. Приглашены, значит, были на нее 2000 человек, включая военных. И в следующий раз Лукашенко обещает уведомить соседей о своей инаугурации. То есть, дорогие белорусы, если вы подумали, что это был последний крайний раз, то на самом деле, конечно, нет. Вас ждут следующие выборы президента Лукашенко в 2036 году. Он в очередной раз возглавит прекрасную вашу страну. Тем временем на национальном канале «Беларусь-3» показали аналог нашей православной программы «Спокойной ночи, малыши», где медведя Топу... Свергли в жопу, хотел бы посудить, да, дальше. Но нет, медведя Топу свергли с трона и свергла его оппозиционная лисичка Яна. Вот, такую вот аналогию показали. Ну, я думаю, что дальше к детям, которые смотрели эту передачу, пришел ОМОН и отпиздил их, да? Потому что, что, они просто так, что ли, смотрели вот на такие вот оппозиционные передачи? Так не пойдет. Илья Варламов на этой неделе отличился дважды. Ну, начнем с хорошего его, значит, знака отличия. Он нашел вот такой пиздец, посмотрите, да? Это, значит, детская площадка, которая называется «Силовичок», блядь. У меня шутка такая была, значит, когда мне в очередной раз после «Спящих» приходили, значит, предложения на... Давайте напишем еще про шпионов. Я говорю, ну, там, про шпионов пока не хочу. Давайте напишем, например, там, про каких-нибудь налоговиков или, там, про каких-нибудь полицейских. Я говорю, я что, блядь, ЗАО «Силовичок», что ли? Ёпта, писать все время про человые структуры-то, дайте отдохнуть. Ну, вот, собственно, «Силовичок» — это детская площадка. Смотрите, значит, ну, во-первых, она, значит, какое основное отличие? Она абсолютно максимально уёбски сделана. Обратите внимание, сраные совершенно эти машины, вырубленные из говнокартона. Вот, какие-то, значит, дети в гимнастерках и в пилотках, значит, стенды от «Юнармии». Ну, в общем, весь какой-то пиздец. Даже, ну, ребят, правда, ведь бюджет у патриотических организаций очень большой. Почему нельзя хорошо сделать? Ну, это я совершенно не понимаю. Действительно, вот, ну, вы бы вряд ли отправили своих детей играть вот на такой площадке. И Варламов тут приводит, значит, в пример площадку на ВДНХ, например, где, вот, кстати, как она выглядит, она совершенно охуенно по-другому сделана. Ну, тем не менее, значит, вот детям предлагается поиграть в войнушку на площадке «Силовичок», чтобы вырасти и стать настоящим силовиком и получить что? Правильно, хрустальный погон по выходу на пенсию. Ну, и вторая новость про Ирю Варламова. Здесь он уже просто охуел просто в край. Значит, в своем блоге он рассказал о рэпере Элей, 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 Элей. Как, блядь, как зовут? Почему у вас такие уёбские, блядь, названия? Ну, Элей, Элей. Блядь, я не могу это произнести правильно. Который в центре Москвы, значит, сбил трех человек на своем автомобиле. А новый, значит, он украсил фотографии Эльуана, да, знаете, такого человека. Вот так выглядит Элей, вот так выглядит Эльван. Вот, когда представители Эльуана попросили у Варламова разъяснений, тот им ответил. Ну, чё, блядь, ошибка? Ну, то есть в стиле любимого телевидения, да, Илюх, который мы с тобой всегда хуесосим, да? Там так же же приблизительно отвечают. Вы чё, ебанулись, блядь? Это, блядь, не Ирак, а Иран. Да вон, какая в жопу разница-то. Молодец. Михаил Олегович Ефремов очнулся, наконец-то, после, значит, комы, в которую он впал после знакомства с адвокатом Пашаевым. Он, значит, попросил смягчить приговор, раскаялся еще раз. А все, что было раньше, значит, это он сделал под давлением адвоката Пашаева, которого, как вы знаете, лишили адвокатской лицензии. Вот, то есть продолжаем следить. Я думаю, что ни недели без Ефремова у нас не будет в этом году. Канье Вест запостил, значит, в свой твиттер кучу православных икон. Что, о чем это говорит? О том, что истинное православие даже Канье Веста берет за душу. Ну, у Ольги Бузовой, вероятно, мало всех денег и титулов, всех лайков и сердечек, которые она получает в соцсетях ежедневно. Она хочет еще получить в голову. И она, значит, написала недавно на дысь, то есть, что выйдет на ринг против любого. И здесь ей прилетело, и ей ответила, значит, Ангелина Семенова. Это мастер боевых искусств, бронзовый призер чемпионата мира по панкратиону. Значит, она вызвала Ольгу Бузову на ринг, сказала, что пиздить ее сильно не будет, будет бить красиво. Внимательно следим, что вообще может быть лучше, как двое дерущиеся на ринге женщины обычно еще в грязи. Они должны драться, чтобы вообще было просто охуительное зрелище. Или в клубничном сиропе. Блять, пиздец, какой бред я, нахуй, только что сказал. Ёбаный, вот вообще, можете себе представить, Бузова, зачем тебе перчатки? Ну вот правда, зачем ты делаешь заявление, что ты готова выйти на ринг, блять? Чтобы что? Пиздец. Две недели мне пишут в комментарии в Инстаграме, в Фейсбуке и здесь на Ютьюбе. Сергей, а хули вы молчите по поводу смерти Тесака? Вы же с ним брали целых два интервью. Да, я был первым журналистом, который сделал большое интервью в прямом эфире Минаев Лайф, вот его кусок, с Тесаком. И меня за это интервью тогда просто заплевали говном с либерального фланга. Потом с какого-то другого фланга меня тоже, по-моему, заплевали говном. Типа, что у вас фашист в эфире? Я тогда всем объяснял, что если бы у меня была возможность сделать на машине времени интервью с Гитлером, я бы безусловно это сделал, потому что журналистика в том и есть, в том и заключается, чтобы спрашивать всех обо всем. Дальше вы все путь Тесака знаете, да, окупая педофилей, люди, которых, значит, обливали мочой, записывали на камеру. Причем среди них были действительно педофилы, которые заслуживали того, чтобы их на камеру публично обливали мочой, да, а были просто какие-то там юноши, которые просто были гомосексуалистами. Их тоже хуячили прямо в прямом эфире, и это просто было омерзительно и отвратительно. Тесак погибает в тюрьме, он покончил жизнь самоубийством, естественно, возникла конспирологическая версия, что его убили. Мы пока ничего, я во всяком случае ничего не знаю об этом, и непонятно узнаем ли мы, когда на самом деле его убили, он повесился сам. Я этого не знаю, вы этого тоже не знаете. Что вы хотите, чтобы я сказал? Ну, слушайте, я, как любой нормальный человек, всегда говорю, что, блядь, убийство это плохо, смерть это плохо. Вот, собственно, и все, что я могу сказать. И я, честно говоря, не знаю, что вы хотите от меня услышать. Некоторые из героев Минаев Лайф, включая Сергея Мавроди, тоже мертвые. Я, в общем, стараюсь никому не давать оценок, потому что, ну, я кто такой? Я что, супервысокий моралист, что ли? Или там самый главный историограф этих людей, поэтому я никакой оценки давать не буду. Мне, как любому нормальному человеку, жалко, когда кто-то умирает. Тем более, Тесак был молодой чувак, ему б жить да жизнь. Ну, вот и все. Только сожаление я могу высказать, как высказали бы вы и, в общем, ваши знакомые. Ну, еще одна вещь, которую я должен прокомментировать. Должен, потому что мне опять напишут три ушата говна, почему я об этом не сказал ни слова. Началась война между Арменией и Азербайджаном. Суть войны – территориальные претензии двух стран. Конкретно это территория Нагорного Карабаха. Историю рассказывать не буду, это отдельный исторический выпуск. И, честно говоря, я скажу сейчас максимально цинично. Мне очень горько от того, что люди в 21 веке погибают из-за территориальных претензий. Правда. И я хочу, чтобы это быстрее закончилось. Я не знаю, кто должен вмешаться. Мы должны вместе с Турцией, Азербайджаном и Арменией сесть за стол переговоров. Либо их посадить. Но надо, конечно, закончить. Потому что гибнут люди по обе линии фронта. Это страшно, противно и просто горько. Ну, новость, которая повергла меня просто не в ахуй, не в шок, а, блядь, у меня даже такого слова нет. Значит, во Вьетнаме задержали партию в размере 300 тысяч использованных презервативов, которые собирались продать как новые. То есть, как это происходило? Их мыли, сушили на складе, после чего восстанавливали форму и отправляли на продажу. Представляете, какой пиздец, да? Набираем мойщиков гондонов, блядь. То есть, люди мыли эти презервативы. А как они восстанавливали форму? Мне интересно. Как скручивали, блядь, обратно? Это что, специальный... Вряд ли же, что это специальный аппарат. То есть, это вьетнамцы сидели, блядь, и скручивали обратно, блядь, эти гондоны. Фу, ну это просто пиздец. Вы знаете, в моем детстве было такое выражение. Гондон ты штопанный. Вот это вот про них. Про них. Это тайная паутина, жаждущая мирового господства, где нет сильных лидеров и национальных государств. Где общество состоит из усредненного потребителя, которым легко манипулировать с помощью новейших технологий. И они совершают на Беларусь не просто политическую или экономическую атаку. Это мистическая духовная война. В цитате дна у нас сегодня выступает Григорий Азаренок. Это ведущий белорусской программы «Тайные пружины политики-2020» на белорусском канале СТВ. Ну, во-первых, я не понимаю, как можно читать эту хуйню по суфлеру и не заржать. У ведущего это получилось. С чего я делаю лучше. Это, конечно, какой-то киборг, а не живой человек. Во-вторых, значит, если вы не поняли, что было сказано. Азаренок, значит, расшифровал тех, кто ведет войну-то против Беларуси. Это не государство Польши, не Евросоюз, не Украина. Во всем мире признано. Тем, блядь, признано, что глубинными процессами управляет так называемое глубинное государство. Ну, я что хочу сказать, Азаренок. Мы с тобой, я тоже политологией чуть не занимался, мы с тобой здесь коллеги. Во-первых, не глубинное, а глубинное государство. Ты просто чуть перепутал термин. Это действительно государство, состоящее из птиц ЛГБТ. Чаще всего это голуби-геи, пернатые, по-другому их еще называют. Они летают и засирают площади наших городов. Мы в Москве их не смогли победить, а у нас, ты знаешь, есть и ОМОН, и Росгвардия. Все, что хочешь. В Нью-Йорке, в Лондоне, в Париже, везде голубиное государство побеждает. Нет никакой возможности с ним бороться. И у вас в Белоруссии это каким-то образом получается, я не знаю. Наверное, вы их лазерами сжете, лазерами из твоих глаз, Азаренок. Вот, собственно, что еще сказал Азаренок? Значит, это мистическая, блядь, духовная война с голубиным государством. Вот, но победитель в этой войне уже известен. Ибо так переводится имя Александр. Вот так переводится имя Александр. Ну, я хочу тебе, Азаренок, сказать честно. Имя Александр переводится не так. Оно переводится как защитник или как оберегающий муж. А победитель переводится так имя Виктор. Вот, поэтому ты здесь чуть-чуть облажался. Ну, в принципе, я думаю, что нормально. Засчитают тебе, засчитают. Дорогие мои, хорошие, как сказал бы, актер безруков. Ну, слушайте, 300 тысяч, это уже пиздец какой-то. Это, я хотел сказать, целое глубинное государство. Настоящее глубинное государство. А не в том смысле, о котором Азаренок хуйню эту нес. Я очень вас люблю. Спасибо, что вы подписываетесь. Вообще, для меня это просто большая, великая радость. Спасибо, что смотрите богоспасаемый наш блог. Вот, также хочу вам сказать спасибо за то, что вы смотрите исторические выпуски. Столыпин стартанул просто как-то удивительно. Хорошо? В общем, храни вас Господь. Не дай бог, чтобы вы столкнулись с глубинным государством. Мы вместе победим и так далее, тому подобное. Жмите лайки, нажимайте на колокол. Я хочу в заключении показать вам перспективу. Все-таки вот этой всей хуйни, которая меня окружает. Обратите внимание. Можете писать дальше говно в комментах. Я бы тоже написал. Разве это плохо, блядь? Конечно же, это хорошо. Спасибо.